приветствую всех на моем канале моих постоянных зрителей читателей а также тех кто впервые попал на мой канал ирина творческая мастерская наступило холодное время года и самое время позаботиться о том чтобы в наши ножки а также в ноги наших близких было тепло самое время доставать теплые носки ну или связать их в подарок я тоже потихоньку готовлюсь связала себе носки из махера правда я точно не знаю из чего именно сделана такая ниточка из ангорской козы или ангорского кролика и конечно же с добавлением акрила но очень надеюсь что эти носочки будут тепленькими нитка толстенькая пушистая такие носки я ношу дома они коротенькие удобные и длинные совсем незачем кстати говоря при вязании носков я пользуюсь вот такими шаблонами заказывала их через интернет если поискать то можно найти кучу предложений и на алиэкспрессе и у нас они бывают и пластиковыми и из дерева точнее с фанеры пять слоев видела даже как женщины вязальщицы сами делают такие шаблоны из гибких кухонных досок из фикс прайса очень интересно если кому-то интересно поищите девчонки конечно молодцы слов нет я заказывала у российских мастеров они оказались даже дешевле чем на алиэкспрессе незначительно но все же но главным критерием было я очень хотела деревянные ну или фанера а на алиэкспрессе осталось только пластик сейчас ссылку дать не могу потому что за покупала я их уже давненько и не знаю мастер еще работает или нет когда вяжешь носочки себе то естественно шаблон всегда при тебе своя нога а вот если вяжешь для близких или в подарок или на продажу почему нет то такой шаблон очень удобен в использовании выставляешь размер и творишь со спокойной душой с размером не ошибешься кстати говоря я помню как мне в детстве мама выбирала носки без примерки нужно взять носочек и мотать этот носок вокруг кулака так вот если пяточкой носочек сошлись значит будет в пору если нахлёст пошел значит велико если не достает значит будет маленьким очень удобно и особенно деткам для себя я вижу естественно без шаблона а вот для своих мужчин по шаблону единственное что нужно учитывать это подъем здесь как бы видите заужена моих мужчин подъем высокий поэтому я делаю так чтобы было широко это очень удобно мужчины мои на работе или на учебе а я спокойно сижу без вижу и знаю что я не ошибусь и не надо будет перевязывать единственный минус который я заметила в этих шаблонах они очень легко разбираются поэтому я выставила нужный мне размер приклеила скотчами она очень хорошо держится кстати говоря видела еще шаблоны для перчаток но я их не заказывала потому что зимой предпочитаю рукавички для мужчин перчатки естественно кожаные хотя честно говоря муж вообще не носит перчаток а сын любит трикотажные но покупные там нужно пальчик вот который знаете делает с таким пупырышками чтобы смартфон было удобно куда ж молодежда без интернета ну поэтому муж муж не носит хоть у лежат новые а для сына покупаю так шаблоны я показала теперь опять о вязании сейчас я вижу себе носочки для того чтобы носить их в сапогах куда-нибудь естественно не по магазинам а где-нибудь на рынок сходить или на прогулку нужно чтобы ножки были всегда в тепле вот для таких носков я выбрала тонкую но теплую ниточку это верблюжья шерсть носки получатся тоненькими но тепленькими спицы у меня самые простые по моему еще советского производства ну как на меня так мне важнее качество нитки пряжи чем крутые навороченные супер дорогие спицы вот если бы они сами вязали тогда другое дело а так меня эти устраивают ну я честно говоря думаю что я не одна такая я знаю что многие вязальщицы пользуются именно такими спицами и прекрасно знают что очень часто при вязании носков спицы соскальзывают с петель и вот что я для себя придумала я взяла обычные пуговички вот такие и стала их одевать на кончике спиц вот так вот это выглядит я вот так вот вижу потом переворачиваю и вот эту пуговичку я переставлю вот на это место на обратную сторону дальше опять перевернула 5 переставила пуговичку теперь во время вязания я не переживаю что мое вязание убежит также можно взять сюда обычную школьную копеечную резинку только не вот такую круглую как вот у меня а прямоугольную или квадратную разрезать ее на пять частей и блокиратор готов если большая резинка так можно и побольше 10 там достаточно то маленький 0 на по пол сантиметра квадратик сделать и все можно в конце концов просто кусочек картона вот я пробовала тоже хорошо получается единственный недостаток что в картоне быстро увеличивается вот и дырочка и нужно или менять или рядышком вот как я сделала или две дырочки сделать теперь на носки во всяком случае на один хватает такой способ блокировки петель на спице для меня кажется очень удобным я могу вязать хоть за столом хоть в кресле и знаю что спица не выскочит и петелька не убежит если вы знаете еще какие-нибудь способы которыми вы пользуетесь пишите я буду очень благодарна и наверное не только я но и другие вязальщицы и может тоже буду пользоваться вашим способом с благодарностью ну а пока я с вами прощаюсь желаю всем всего самого-самого хорошего и конечно же до встречи в следующих видео